Служба особого назначения. Сегодня сотрудники Росгвардии подвели итоги работы за прошлый год. Как обеспечивают общественный порядок в республике? Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Их лица и имена под грифом секретно. Сотрудников отрядов ОМОН и СОБР можно снимать только со спины. За проявленное мужество при исполнении служебного долга офицерам вручают ведомственные награды. Именно здесь, на этом плацу, свои навыки отрабатывают сотрудники специальных подразделений Росгвардии. Отряды СОБР и ОМОНа на передовой в борьбе с преступностью. На вооружении бойцов Чувашского управления и бронетранспортера и маневренные автомобили «Тигр». Это работа в режиме постоянной боевой готовности. Правопорядок сотрудникам Росгвардии приходится обеспечивать не только в республике, но и в регионах Северного Кавказа. На спецотряды возлагают сложнейшие задачи. В конце прошлого года в Чувашии были задержаны члены организованной преступной группировки. Боевая готовность и готовность к выполнению задач при осложнении обстановки в мирное время оценивалась в ходе внезапных проверок комиссиями округа, по результатам которых управление оценивало на готово. Контроль за оборотом оружия и охрана объектов тоже в зоне внимания гвардейцев. Подразделениями вневедомственной охраны по итогам 2019 года федеральный бюджет перечислено более 165 миллионов рублей, что составило 102,8% от утвержденного прогноза. По этому показателю управление является одним из лучших в Приворском округе. Глава региона отметил, что за последние годы доверие населения к органам правопорядка возросло. Мы вместе с вами, с органами государственной власти, с органами правопорядка обеспечивали безопасность на территории республики на достойном уровне. Я не могу это сказать не понаслышке, а вообще подводя определенные итоги. Хотя ситуация она непростая. Вызовы, запросы другие, телефонные звонки. И неоднократно приходилось заниматься эвакуацией и школьников, и студентов, и преподавателей с разных общественно-политических организаций, торговых центров. Личному составу регионального управления ведомства Михаил Игнатьев пожелал нести службу добросовестно. В год столетия республики пройдет немало массовых мероприятий. Общественная безопасность – главная задача в работе гвардейцев. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев, Республика. В этом году исполнится 75 лет со дня Великой Победы. Особое внимание в юбилейный год уделят ветеранам войны и труженикам тыла. В январе труженикам тыла, реабилитированным и пострадавшим от политических репрессий предоставлены меры ежемесячной соцподдержки на сумму более 3 млн. рублей. Средства уже выплачены более 700 жителям республики. Размер ежемесячных денежных выплат составляет 2634 рубля реабилитированным и 2345 рублей лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий. Всего в этом году на осуществление ежемесячной денежной выплаты предусмотрено более 44 млн. рублей. Напомним, что в год 75-летия победы по предложению Владимира Путина участники войны и труженики тыла получат разовую помощь в 75 и 50 тысяч рублей соответственно.